Водители-убийцы или дети сами бросаются под колеса автомобилей. В июне мы рассказывали о трагедии, которая произошла в день Сабантоя в районе остановки пожарное депо. Водитель ехал по местной дороге и не заметил ребенка. Мальчика не было видно из-за припаркованных автомобилей. В нашу редакцию обратилась мама погибшего пятилетнего Аяза. Ей отказали в возбуждении уголовного дела. Ну, гайские небесные цветы, прям у них можно было утонуть. Больше Римма Гелязова не посмотрит в голубые глаза своего сына. Все, что осталось у семьи от маленького Аяза, это фотографии, игрушки и видео. 16 июня в районе остановки пожарное депо на местной дороге ребенка сбил автомобиль. Мальчика доставили в БСМП. В 3 часа утра он умер, не приходя в сознание. Я 17-го его родила в 3 утра, и 17-го в 3 утра он умирает. За несколько месяцев до трагедии ее сын начал рисовать странные картинки. На одной мальчика сбила машина, на другой таблетки, шприцы, скальпели. На третьей их семья без самого Аяза. То, что сын предчувствовал смерть, Римма теперь почти уверена. И как страшный сон вспоминает тот роковой день. Краем глаза вижу, что машина летит, резко сбивает моего сына. Падает он сразу на капот, с капота сразу метров 3-4, наверное, улетает об асфальт головой. В результате оскольчатый перелом черепа, кома третьей степени и смерть. Водителю, совершившему наезд, на данный момент удалось избежать ответственности. Семье погибшего отказывают в возбуждении уголовного дела. Он говорит, что ехал 60-70, тормозной путь составлял 25 метров. Такого не может быть. У меня брат ехал 90, тормозной путь составил 10 метров. Все очевидцы говорят, что он ехал больше 100. Но слова водителя подтверждает заключение казанской экспертизы, которая гласит, что автомобиль двигался со скоростью 70 км в час. С родителями погибшего ребенка был осуществлен выезд на место происшествия. То есть, рассмотрели место, назначили автотехническую экспертизу, выводами которой было установлено, что водитель, двигаясь с разрешенной скоростью 60 км в час, не смог бы остановиться, когда ребенок вышел из-за задней части автомобиля и был разрешен наезд. То есть, на основании чего и было отказано возбуждение уголовного дела на основании автотехнической экспертизы. В итоге, виноватым в аварии признан ребенок, так как переходил дорогу в неположенном месте. Но родители с таким решением мириться не собираются. Следующий их шаг – обращение в прокуратуру. Отчего же люди не летают, как птицы? Судя по этой истории, в современном мире просто необходимо научиться летать. Маленький Аяз переходил дорогу в неположенном месте. А где здесь положено? Нет ни знаков, ни зебры. И, по всей видимости, одной трагедии, унесшей жизнь ребенка, недостаточно, чтобы на местных дорогах у остановок появились лежачие полицейские и пешеходные переходы. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, Михаил Матвеев, Андрей Вуслаков. РНТВ. Набережные Челны.